Информационный партнер программы Развлекательный портал о путешествиях Турблогер.ру Здравствуйте дорогие телезрители И снова в эфире путешествие с плюсом И ее ведущие Галина Конопосевич и Василий Богданов Да, здравствуйте друзья Сегодня вот я тоже здесь приму участие С удовольствием представлю нашего гостя У нас Егор Яковлев Генеральный директор компании Твигл Привет Егор Представитель новых медиа в интернете Да А сегодня он у нас как фотопутешественник Да, точно так Про что ты нам сегодня расскажешь Ты вернулся из путешествия из Исландии Да, я приехал примерно месяц назад оттуда До сих пор нахожусь под впечатлением И собственно собираюсь вам об этом рассказать А Тикор, можно сразу спросить Когда смотришь в интернете фотографии Исландии Они кажутся какими-то нереально красивыми Такое ощущение, что немножко фотошопа добавлен Это действительно Нереальными Просто нереальными Это фотошоп или действительно вот такой же Это вообще абсолютно нереальная страна Я хочу вам сказать Есть некоторое количество представлений, которые не соответствуют действительности Я, например, думал, что Исландия очень маленькая страна На самом деле это вполне приличная по территории остров, который более 100 тысяч квадратных километров Что примерно 105-я или 106-я страна по размеру в мире Что вполне себе Небольшое население, насколько я знаю Очень небольшое, очень слабонаселенная страна Это означает, что это очень хорошее место для мизантропа Если вы хотите в течение долгого времени почти не встречаться с людьми То вполне возможно, что вам нужно поехать туда То есть это как раз девственная природа Да, исландцы, они очень аккуратно и очень с заботой относятся к своей природе Невзирая на то, что у них там огромное количество почти действующих или действующих вулканов Как вы знаете, которые тоже оказывают на это влияние Ну, например, вообще запрещено, кроме как зимой, ездить за пределами дорог Что, в общем, очень необычно, как вы понимаете, в любом месте Егор, вот я читала про дороги Противоречивое мнение Кто-то говорит, что там надо сразу брать джипы в прокат, потому что там очень плохие дороги Кто-то говорит, что дороги идеальные, можно на легковушке доехать чуть ли не до горы Ну, смотрите, если вы будете ездить по периферии острова, фактически, по основным магистралям Они все, конечно же, асфальтовые, обычно четырехрядные, иногда там двухрядные Если вы соберетесь забраться, как мы, например, забирались вглубь страны, в горы Безусловно, там без серьезной машины не обойтись Потому что, в общем, практически любая эта дорога предполагает не только там, что вы едете на склоны Но и, например, форсирование водных преград То есть вам нужно реально на машине переезжать через реку Ну, глубина не очень большая, может быть, всего лишь метра полтора Но вы как понимаете, что на «Жигули», которые, как сегодня я слышал, прекращают классику производить Вы, наверное, там вряд ли проедете Слушайте, ребята, давайте вот начнем сначала А для чего вообще люди ездят в Исландию? Потому что, ну, наши-то вообще россияне, в первую очередь, наверное, в основном едут в теплые страны Полежать на солнышке, на песочке Но вот недавно начали... Да, и в Исландию тоже ездят Там зачем туда? Вот ты туда зачем поехал? Ну, мы поехали с группой небольшой товарищей, пейзажных фотографов Для того, чтобы фотографировать пейзажи Потому что это... А, те самые реальные вещи Да, это одна из самых удивительных стран вообще в мире Для пейзажной фотографии Есть сегодня несколько мест в мире, которые вот этим отличаются Северная Шотландия, Новая Зеландия и, в общем, Исландия в этом же ряду Связано это с целым рядом вещей В первую очередь, конечно, с природой Во вторую очередь со светом, потому что пейзаж – это свет Вот, собственно, мы там провели порядка 10 дней, путешествуя по всей стране Ну, я так понимаю, вот начнем мы фотографии, которые мы сегодня будем показывать Там часть – это репортажные фотографии, которые сняты просто о поездке Часть – это действительно пейзажные фотографии, которые же сделаны на серьезный фотоаппарат Ну, вообще, конечно, главное место, и с чего начинается вся поездка – это рекьявик Столица страны, в которой проживает в рекьявике и окрестностях более половины всего населения То есть это порядка, если все население порядка 300 с небольшим тысяч, то рекьявик – это 160-180 тысяч И 60% всего населения живет в рекьявике, насколько я знаю То есть это значит на всю остальную территорию вообще там 100 тысяч человек? Да, на всю остальную территорию чуть больше 100 тысяч человек И, соответственно, столица, на самом деле, сама по себе очень интересная Есть старая часть города, есть очень интересные сити, которые они построили до кризиса Потому что, ну, как вы помните, страна планировала построить финансовый центр Не очень получилось, к сожалению, да? Хотел, наверное, стать вторым сингаппаратом По разным причинам, да, после кризиса, насколько я знаю, их премьер сказал Финансовый центр не получился, будем снова ловить треску Ну, что, в принципе, нормально Но, тем не менее, там следует провести, на мой взгляд, пару дней Потому что там есть что посмотреть Там есть замечательный музей, посвященный морю Вообще говоря, Исландия была… Это страна рыбаков, да? Да, это страна рыбаков, более 30% дохода до сих пор – это рыбная ловля И вулканов Страна рыбаков, вулканов, отсутствие людей и абсолютно, собственно, удивительной природы А вот это вот что нам сейчас такое показывает? Это показывает какое-то количество фотографий, которые сделаны именно в реке Авика Это фотографии из музея Это известное очень место, посвященное тому самому знаменитому викингу, который открыл Америку, как вы знаете Да, что викинги открыли Америку По мнению Покрымова, конечно, раньше разные По мнению исландцев, да Вот И вот такая вот история Там есть замечательный музей современной архитектуры, очень странный Ну и вообще очень интересная культура Как в любой, например, культуре, там есть значительное количество легенд Вот фото, которое вы видели, это фото из исландской книжки, которая описывает фантастических существ, в которые люди верили, что они живут Причем там есть карта прямо в этой книжке с расположением этих существ, кто где, в каком количестве живет, где их можно встретить Ну это же вся их жизнь была с морем связана, поэтому, понятно, они наделяли море Ну еще такая фантастическая природа кругом, конечно Да Ну вообще, Исландия отличается несколькими вещами, если говорить Наверное, это одна из наименьших плотностей населения вообще среди всех европейских стран Там крупнейший в Европе ледник с непроизносимым названием Больше даже, чем я так понимаю Сумнейший? Нет, не смогу Вот ледник не смогу Там крупнейший вулкан в Европе Нет, этот как раз, который извергался с непроизносимым вторым названием Он небольшой совсем Вот И там, вообще говоря, очень разнообразные ландшафты природные Начиная от совершенно невероятных лавовых полей, которые поросли мхом И которые, по мнению некоторых исследователей, дали автору Властелина колец Толкину представить себе мордор В общем, это выглядит как такой конкретный мордор, абсолютно Кончая очень интересными местами, например, в то место, где ледники сходят с гор и попадают в море Естественно, они в течение тысяч лет это происходит Возникают большие лагуны, в которых здоровенные куски льда, которые отрываются, в этих лагунах проплавают Это такая мини-Антарктида Я, как человек, который был в Антарктиде, могу сказать, что это очень сильно похоже за одним исключением В Антарктиде, если вы видите айсберг, ну, там достаточно редко, если вы летом туда приедете, сразу только что оторвавшиеся айсберги Поэтому в Антарктиде, в основном, все айсберги достаточно стабильные Они уже, так сказать, установились и не крутятся Здесь же мы, когда плавали по этой лагуне, несколько раз, ну, там, один раз просто здоровенный кусок льда Где-то с восьмиэтажный дом начал переворачиваться Ну, просто вот И это такая достаточно фантастическая Это опасно, получается, там плавает Ну, надо не подплывать ближе, чем на две высоты айсберга, и все будет хорошо Ну, вообще, зрелище, конечно, я могу себе представить Ну, да, относительно издалека, да Там очень интересное побережье, конечно же, да Изрезанное, с огромным количеством островов С огромным количеством интересных, так сказать, особенностей Ну, я так понимаю, что там вулканическая активность, она, по сути, не превращается никогда Там же гейзеры, по-моему Уровень вообще развития человека в конкретной стране Вот, который включает уровень жизни, уровень образования, уровень, там, культуры, ну, и прочие-прочие возможности человека Вот Исландия среди всех стран находится на 14 месте Это, в общем, из 170, по-моему, стран, которые в этом рейтинге рейтингуются В общем, ну, там, топ практически, топ-20 всех стран Опережая там, ну, с большим отрывом Ну, мне кажется, что если... Я не буду говорить, на каком месте мы, да, но мы в сотне Так что, все нормально Мне кажется, что вот если жить в такой стране, где все время вулканическая активность И где на памяти поколений огромные там извержения вулканов Ну, волей-неволей становишься неким таким фаталистом Как-то вот спокойно к жизни относишься И оптимистом, потому что надо каждый день прожить полноценный, полный программ Путешествовали мы по стране в небольшой, с небольшой группой товарищей, как я сказал И у нас был местный гид, один из, в общем, очень продвинутых местных пейзажных фотографов Его зовут Даниил Бергман, который, в общем, в течение последних десяти лет Проводит там такие поездки специально для фотографов Мы забирались, в общем, с одной стороны, в очень недоступные места А, то есть это не просто какая-то туристическая поездка? Нет, нет, у нас была специально подготовленная поездка Профессиональная Да, да, и это на самом деле очень важно Я считаю, что когда вы едете в какую-то страну Вот для того, чтобы действительно увидеть что-то, что является особенностью этой страны Очень важно иметь цель Вот если у вас нет какой-то конкретной цели То вы будете вот таким, так сказать, скучающим туристом Который будет попадать в стандартные туристические места Но вы никогда не увидите каких-то мест, которые, в общем, скрыты для таких людей Вот когда вы едете снимать конкретные вещи Или пытаетесь там увидеть конкретные вещи Это совершенно по-другому происходит И важно, что, например, для пейзажной фотографии очень важен свет А в Исландии очень быстро меняются погодные условия Это, собственно, и плюс, и минус И когда мы, например, утром или вечером выезжали на съемки Дэниэль мог определить, в каком месте Вот здесь идет дождь проливной Достаточно заехать за склон, как бы, горы И там, собственно, светит солнце или облака И он мог определить по ходу дела, куда нужно ехать, чтобы, так сказать, получить неправильный свет А вот то, что там полярная ночь, полярный день, это как-то помогает снимать? Я там не был никогда зимой А на самом деле следующая, вот моя, так сказать, не то что мечта, а план оказаться там в зимнее время суток В зимнее время, да, в сезон Потому что там, конечно, зимой совершенно другая страна Во-первых, там можно ездить везде Ну, там у них специальные машины с огромными шинами, которые специальным образом сдуваются Давление этих шин там уменьшается И вы практически, как на здоровенных лыжах, можете ездить, ну, сверху там по снежному покрову без дорог Во-вторых, конечно, там совершенно другие виды Там полярная ночь, там полярное сияние Ну и совершенно все это там по-другому абсолютно Картина меняется вся там абсолютно целиком Да, это правда Еще одна интересная вещь, я не знаю, там будет некоторое количество фотографий, которые нам удалось сделать Нам удалось там в течение дня с моим другом полетать на маленьком самолетике Сесни Над практически половиной страны Там есть замечательный летчик, который есть у меня в Фейсбуке На самом деле он профессиональный пилот 757-го Боинга Но поскольку сейчас в свободное от основной работы время Он летает на Сесни и, собственно, возит в первую очередь фотографов Вообще возить фотографов... Самолетик это вот тот самый, да? Да, это вот самолетик, это мой друг Пилота, к сожалению, вот там нет, он, видимо, там прогревает мотор На самом деле возить фотографов это очень сложно Я как человек в течение последних, наверное, лет 5 очень много снимаю с самолетов В Подмосковье с моими друзьями там на самолетах амфибиев Вот он просто фантастически это делает Когда вы снимаете с самолета, очень быстро меняются ракурсы композиции Фактически невозможно, нет никакой возможности попасть в ту же самую точку Как если вы снимаете там со штатива Это вообще, в принципе, и по технологии, и по скорости реакции абсолютно другая съемка И все очень много зависит от пилота Да, с одной стороны, вот в Сесни можно открыть полностью там окно И снимать, ну, собственно, там наружу Егор, у нас впереди реклама Вы нам расскажете после рекламы, как снимать самолеты Дорогие телезрители, оставайтесь с нами Информационный партнер программы Развлекательный портал о путешествиях турблогер.ру Дорогие телезрители, вы смотрите передачу «Путешествия с плюсом» Ее ведущие Галина Конопосевич и Василий Богданов Да, еще раз, друзья, здравствуйте Напомню, что у нас в гостях Егор Яковлев Который нам рассказывает про фотопутешествия в Исландию Вот, и мы остановились на съемках самолета Да, собственно, мы в течение дня летали с замечательным местным пилотом на маленькой Сесни И снимали Исландию, пролетев все южное побережье, пролетев наверх к вулканам И это, конечно, абсолютно фантастические картины Ты упомянул, что там нужно снимать вот этот вот, как это? Нет, ну там в Сесни можно открыть боковое окно, снимать без стекла Понятно, что это так и нужно делать, потому что когда у тебя дорогая оптика То есть это еще и ветер Ну, ветер, да, ветер дует, к сожалению, ну что поделаешь Но в отличие от съемок, например, с Як-52, который летит 220 км в час Здесь он гораздо медленнее, поэтому более аккуратно Вот фантастические абсолютно виды И вулканы, озера, эти места А вот такой цвет, это ты фотофильтры какие-то применил? Нет, это практически, ну телевизор, конечно, неправильно передают Потому что он гораздо ярче, да, на самом деле этот цвет Это реальные цвета практически все, да Может быть, они чуть-чуть там усилены, но усилены просто для того, чтобы показать, как было на самом деле Потому что, ну, облачность, она немножко, так сказать, воздухская Да, скрадывает, скрадывает краски, да Абсолютно удивительные картины рек Это ледниковая вода, которая течет там с ледников из гор, когда ледник тает Она протекает по песку, по мху, по различным поверхностям И впитывает в себя различные цвета этих пород И вот эти вот все жилы, которые сверху, они мало того, что могут быть разноцветные Они выглядят как, ну, как сосудистые системы или, собственно, там, нервные системы И когда людям иногда показываешь, они сначала не могут понять, что это такое Потому что, как бы, ну, там не очень понятен масштаб, да, с одной стороны С другой стороны, не очень понятно, что это такое Но это вообще невероятно Это действительно так выглядит, это какая-то другая планета Футуристические картины, можно сказать Да При этом понятно, что все-таки все фотографии, особенно пейзажные, нужно смотреть напечатанными Потому что в напечатанном режиме там возникают микродетали, которые вы не видите в цифре И они позволяют вам совершенно по-другому, как реально воспринимать И воспринимать масштаб Потому что вот здесь вы, например, не увидите, что вот то маленькое пятнышко Это на самом деле овца А это на самом деле овца И в большой напечатанной фотографии это будет видно Да, и вы вдруг поймете, боже мой, это овца Значит, вот это вот такого размера Нет, значит, вот это вот такого размера Вот это очень здорово Ну и, конечно, ледники Это особенная совершенно, да, в Исландии история Ледники, которые ползут там, например, на 100, 200, 300 метров в год вниз От которых отламываются огромные куски льда Которые плавают, да, которые, в общем, все это фантастически Это вот такая страна, где за относительно небольшую поездку можно увидеть Мордор, Антарктиду Можно попасть в место, где ты не встретишь людей Можно увидеть абсолютно инопланетные виды Можно выпить местного шнапса, настоянного непонятно на чем, очень специфического, да Опять же, с непроизносимым абсолютно названием, да Можно, конечно же, поесть морепродукты, потому что это страна рыбаков, да Да, у них есть там очень специфический продукт, который из тухлой акулы, да, по-моему, делается Но я, в общем, его не стал пробовать Не то, что я не люблю там акул, да, но вот как-то вот Ну а вообще там население-то чем занимается? Или ты не общался вот с культуру самому? Знаете, там, конечно, после кризиса до сих пор относительно высокий уровень безработицы у местного населения, это правда Но, тем не менее, вот значительное количество людей, есть коэффициент, который показывает, потому что все-таки очень многие молодые люди уезжают оттуда учиться, да Они уезжают учиться в Европу, кто-то уезжает учиться в Америку Там, по-моему, университет есть, да? Там есть некоторое количество учебных заведений, но все-таки это для страны с 300 тысячами населения все-таки это очень ограниченное предложение Так вот, подавляющее большинство молодых людей, отучившись в Европе или там в других странах, возвращаются обратно жить На самом деле это определенный показатель для меня, да, что люди возвращаются в свою страну, продолжают там жить, находят там себе занятия по душе и там занимаются им Это важно Это вот стандартные типовые дома, да? Это, да, это вот один из новых районов как раз Икиавика, вот они так пытаются, так сказать, разноцветными, разноцветными этими самыми А какая-то особенная черта у исландцев есть, которая отличается от остальных? Это же отдельная такая нация маленькая, да? Это вот, ты говоришь, викинги Да, Исландия была заселена в конце IX века, в общем, так или иначе викингами С тех пор, в общем, они не то, что жили отдельно, но, в общем, они формировали некую там отдельную нацию У них были серьезные очень вещи, связанные, например, с тем же извержением 1720 или 1730 года, когда практически 40% населения либо погибло, либо покинуло страну, да, в том числе эмигрировав в Канаду, да, то есть они переживали вот такие катаклизмы Но как нации, они до сих пор, в общем, свою уникальность сохранили, да, у них собственный язык, который ни на что не похожий У них абсолютно собственная музыка, как вы знаете, да, ну, вам, наверное, известно Бьорк, да, как, наверное, наиболее известный швейц Ну, там есть очень интересные специфические электронные группы, послушайте, да, ни на что не похожие Например, у исландцев нет фамилии, да, у них есть имя, а для фамилии они используют имя своего отца, определенным образом трансформированное, да, и, собственно, из этого получаются фамилии А, там, типа Густавсон какой-нибудь, да? Ну, да, Густавсон такого-то, да Да, вообще, мне кажется, принимая во внимание, что до Исландии примерно, ну, там, в два раза ближе лететь, чем до Таиланда, да, до одного из, наверное, любимых мест, да, там, посещений российских, там, туристов, да, или, там, отдыха Я считаю, что это просто, там, обязательно нужно туда съездить Но там холодно, да? Там, на самом деле, не холодно В силу того, что Гольфстрим все-таки еще функционирует, там очень умеренный морской мягкий климат Значит, зимой температура не опускается ниже, чем минус 4-5 градусов По сравнению даже с московскими зимами Там гораздо теплее, чем в Москве Ну, там летом прохладно, так скажем Летом там прохладно, там не жарко, да Но, с другой стороны, ну, да, не жарко Я, например, не очень люблю жару, мне там было очень комфортно Но турист, который туда отправляется, он обречен на что? Гулять, бродить, ездить на велосипеде, кататься, на лошади? Вы знаете, любой турист, куда бы он ни отправлялся, обречен на свои предпочтения Своё представление о том, как нужно проводить отдых На свой уровень культуры и на свои интересы И, честно говоря, по-большому, мне кажется, что от страны это слабо зависит На словного человека Ну да, если ты хочешь на песочек, на пляжный отдых Если вы приехали заниматься там пьянством, то вам всё равно Египет это, например Или там Турция, да Но с точки зрения видов, с точки зрения природы Это абсолютно уникальная, конечно, история Абсолютно уникальная Я как человек, который очень много где был, ни на что не похожа Но вот мне не с чем сравнить то, что я там увидел Скажу честно Если, например, смотри, вот говорить какие-то, дать советы нашим телезрителям Которые захотят посмотреть Исландию Вот как бы ты структурировал, что важно, с чего начать, про что не забыть Вот как организовать это? Ну, поскольку вы прилетаете в любом случае в Рикьявик, то вполне нормально провести некоторое время в самом городе, да? Может быть, два-три дня вам достаточно для того, чтобы посмотреть, посетить музей, посмотреть там места какие-то, прочее, прочее Есть замечательное место на юго, юго, по-моему, востоке от города По порядка там 40-60 километрах Это самая известная такая купальня, построенная на теплых гейзерах Называется Плю-Лагун Не знаю, по какой причине Там по-разному, да, там по-разному очень бывает Туда можно прямо приехать, провести целый день Там, если вам нравятся такие вещи, да, как купание там на свежем воздухе в горячей воде У вас, кстати, надо осторожно, извиняюсь, Василий, потому что там иногда бывает 100 градусов, я знаю, и многие ошпариваются Да, там бывает очень горячая вода, прям кипящая И потом в некоторых местах запах сероводорода, то есть тухлых яиц Это нужно к этому быть готовым В самом, на самом деле, городе можно еще несколькими вещами заняться Можно, например, сплавать, посмотреть китов Мы с ребятами не поплыли, потому что мы решили, что, ну, наверное, это какая-то ерунда, обманка Потому что, ну, как, вот тебя там повезут и покажут китов, да, так же не бывает Чтобы вот там, вот тебя там посадили, вот киты, да И мы гуляли по берегу и смотрим, ну, правда, вот киты плавают То есть это в действительности не обманка Их можно даже с берега увидеть, китов И, в общем, это достаточно постоянно Для того, чтобы путешествовать по стране Страна достаточно большая, она, в общем, вся за пределами реки Авика Да, есть два способа Есть достаточно хорошо организованные туристические автобусы и экскурсии Вот, кстати, я хотел спросить, да, надо же знать, куда посетить Или какие-то маршруты купить или что-то Ну, во-первых, есть там брошюры соответствующие Есть второй вариант Можно взять машину в прокат и ездить самому В общем, достаточно приличные нормальные дороги Если не заезжать в горы, про которые я отдельно рассказывал Да, это практически всегда асфальт Единственная проблема с таким путешествием Что там очень мало, в общем, отелей И эти отели очень небольшие И многие из этих отелей, поскольку страна все-таки маленькая И там достаточное количество немцев, датчан, шведов То есть они все заранее забронированы Да, места в некоторых отелях нужно бронировать за полгода Или больше, то есть иначе вы просто туда не попадаете Ну, или как автопутешественник взял машину Да, значительное количество немцев, например А немцы очень любят, да Они путешествуют либо как с палатками, как кемпинги Или там, вот мы, например, видели семью из трех человек Ну, собственно, пара и небольшая девочка Которые путешествовали на мотоцикле с люлькой Они приехали на этом мотоцикле, там, разбили палатку Не знаю, ну, девочка, наверное, в люльке, да, жена там сзади Вот, и, соответственно, сидели там на берегу, вот, там, ледникового озера И смотрели на него Наслаждались Да, наслаждались этим В общем, Исландия, конечно, это страна, как я уже говорил С одной стороны для мизантропов С другой стороны, где можно, как бы, вот остаться один на один С очень близкими тебе людьми На один с природой И начать, там, слушать то, что природа тебе говорит Ну, собственно, вы знаете, да, во всех норвежских культурах Есть такое существо, как тролль, да В Исландии это особенно развито, да Там есть даже целая серия книжек про троллей И вот есть там Есть еще муми-тролли Да, ну, это немножко другое Муми-тролли – это немножко другое И вот один из таких, собственно, таких слоганов троллей Что если достаточно долго слушать природу То природа начинает с тобой общаться И вот действительно, вот это ощущение Оно там есть Ощущение того, что вот эти вот, собственно, древние Наверное, одни из самых древних сил Силы Земли Да, силы Земли Потому что это вулканы Потому что это действующие вулканы Потому что это действительно энергетика Энергетика Да, которая может, ну, не знаю, там Наша цивилизация настолько хрупкая Что если, не дай бог, какой-нибудь из этих вулканов Начнет извергаться, как в 1730 году И он полтора года извергался То всей экономике Европе, в общем, наступит там Пострадает не только Исландия Она просто остановится, да И вот это вот ощущение энергетики там абсолютно есть И, с другой стороны, нет ощущения Что ты вот какой-то там клопа Совсем маленький человек И тебя не замечают Есть ощущение, что тебя, в общем, воспринимают Если ты ведешь соответствующим образом себя По отношению к этой природе Ну, вот, Егор, наша передача уже заканчивается И вот мне хотелось бы Спросить вас одним-двумя словами Какая ассоциация все-таки от Исландии? Потому что я так слышала, что кто-то ассоциирует ее вот с ветром Очень сильно ветер дует Кто-то вот еще с чем-то Как у вас? Сложный вопрос Я боюсь, что это было бы одно слово Но оно бы было длинное и на исландском языке Поэтому я вам говорить не буду Никто не поймет все равно Никто не поймет Ну и поскольку уж действительно Галя сказала, что программа подходит к концу Последний вопрос Сколько стоит примерно это путешествие? Ну, это же европейская страна Там дорого, недорого К чему быть готовым нашему телезрителю, который захочет на недельку съездить? Вот, посмотреть Собственно, Исландия, как любая нормальная цивилизованная страна, предлагает вам целый спектр возможностей с точки зрения цен То есть вы можете жить в гостинице, где номер стоит 30 долларов И, в общем, да, у вас туалет будет не в номере, но достаточно рядом в коридоре И там есть такие номера И сами исландцы к этому абсолютно нормально относятся Почему же как бы нет? Вы можете в центре города купить себе шикарный отель И номер будет стоить 300 долларов То есть, собственно, разница примерно в 10 раз Но, честно говоря, по моему ощущению Вот, разницы от самой страны От этого вы не почувствуете, да Потому что страна все равно, она находится за пределами вашего номера То есть, по большому счету, как ты себе решишь, да Можно просто в автомобиле Да, все зависит, конечно, от программы Но надо понимать, что все-таки цены плюс-минус среднеевропейские Да, то вы должны рассчитывать на несколько тысяч долларов На человека, там, от полутора, там, двух тысяч долларов на человека Для того, чтобы, в общем, там, на неделю, на полторы недели Вполне себе внятное путешествие спланировать по стране Какой сувенир ты себе привез? Треску? Копченую? Я привез себе фотографии Это главный сувенир для меня Спасибо большое, Егор, за ваш интересный рассказ Я думаю, что многие из наших телезрителей После вашего рассказа захотят поехать в Исландию Спасибо большое, до свидания Об этом удачи, спасибо Спасибо, до свидания Спасибо, до свидания Спасибо, до свидания Продолжение следует...